Добрый день, это программа Paradox, в эфире ведущий Степан Демура, телефон в студии 6510996, код города 495, звоните, пишите на сайт Финам.фм, за что я так люблю свою работу-хобби, потому что она позволяет иногда встретиться с очень интересными людьми, с которыми в обычной жизни просто бы не встретился, и позадавать им некоторые каверзные вопросы. Вот сегодня у меня в гостях такой импозантный мужчина средних лет, с благородной сединой на висках, в моем былячьем представлении настоящий премьер-министр Михаил Михайлович Касьянов. Добрый день, спасибо, что пришли. Прибыл для каверзных вопросов. Ну, первый каверзный вопрос. К вам РПЦ еще не обращалась с предложением о возведении в лик святых? О как, такие мысли даже мимо не пролетали. Есть какая-то некая критика о том, что я слишком либерально себя веду, значит, не должным образом консервативно, как делал бы церковь, а в другом нету, да. Нет, ну как же, вас же звали, по-моему, меньше 2%, по сравнению с сегодняшними лидерами, это святость. Ну, та ложь, которая распространялась властью, сначала олигархическим сообществом в конце 90-х, а потом непосредственно властью после мового ухода в 2004 году, конечно, она не дает, скажем так, основания кому-либо что-то такое-то утверждать. Но никто и не утверждает. Если кто-то утверждал бы, я подал бы в суд на этого человека. Потому что еще говорят, как говорят, как слышал, как кто-то где-то там. Просто возведение влек святых, вот, гарантированно. Ну, в вашем, в вашей конструкции, такой полушутейной, ну, экономической, наверное, да. Поскольку я помню, как вы хорошо делали комментарии таким доступным, популярным языком. У меня жена очень любит слушать вас, когда вы говорите про экономику. Вы когда вы поясняли, что происходит, потому что, говорит, я слишком заумно объясняю, вот когда вот Степан Димура говорит, вот все понятно, сразу ясно. Ну, Михаил Михайлович, у нас сегодня, на самом деле, тема программы о годовщине событий практически. Она подходит 6 мая. И я знаю, что в вашей комиссии вы в ней участвовали, разобрали это все по кусочкам и подготовили доклад. Комиссия уже несколько месяцев работает. В декабре была инициатива выдвинута, это нами, нашей партии РПР, Парнас и комитетом общественным, называется 6 мая, комитет 6 мая, и поддержана общественностью, так называемым, круглым столом 12 декабря. И представители общественности сформировали такую вот комиссию общественную для того, чтобы провести параллельное, независимое от власти расследование. Поскольку всем уже к декабрю было очевидно, что то следствие, которое шло, и посадки людей, и основания для их арестов, и содержания по страже были настолько смехотворными. И то, что власть предъявляла или формировала эти обвинения в ходе следствия в совершенно однобоком порядке. И никаким образом не учитывались никакие свидетельства и показания людей, которые говорили о том, что было спровоцировано, и как вела себя полиция, и кто спровоцировал эти инциденты. Значит, конечно, безусловно, это просто вынул до общественности говорить правду. А государственная пропаганда, как мы помним, все эти месяцы занималась только одним. Вбивала в умы граждан понимание того, что это были массовые беспорядки, организованные кем-то из рубежа. Это были спланированные акции и так далее. Конечно, все это ложь. Спланированные акции со стороны как раз демонстрантов, а не власти. Так, власть это формулирует. То, что я уже знаком с этими показаниями и выводами комиссии, безусловно, там другие выводы. И вот 22-го в понедельник, 22-го апреля в гостинице «Космос» в большом концертном зале будет комиссия представить эти доклады. А сейчас вы можете хотя бы обозначить ваши выводы? Выводы очень простые, что никаких массовых беспорядков не было. Никаких организованных беспорядков со стороны демонстрантов не было. Канглаз, извините, что вас перебил. А что значит массовые беспорядки? Есть какое-то юридическое понятие? Это специальная статья, это означает там особые еще большие сроки посадки за организацию массовых беспорядков. Это что, больше двух не собираться? Примерно так, да, что заранее планировали провести силовые столкновения и так далее, и так далее. Этого ничего не было. Более того, полиция вела себя, скажем так, неадекватно с точки зрения защиты граждан. Более того, власти фактически спланировали вот этот инцидент. А именно, было искусственно вопреки согласованным действиям и согласованным решениям, которые за день до демонстрации были согласованы с властями. А именно, что болотная площадь должна быть открыта, так как это было в предыдущей демонстрации. Этот коридор был сужен до буквально 15-20 метров вместо 150. Что создало давку, что создало, спровоцировало недовольство граждан. И потом уже, когда были совсем неадекватные действия полиции, когда людей просто хаотично вытаскивали из толпы и избивали. Более того, конечно, то, что идет следствие и предъявляются обвинения на основании одного-двух свидетельств, я имею в виду, властью, эти свидетели являются сами ОМОНовцы. И там говорят о синяках, о плохих словах и так далее. Но они же все квартиры получили, с вами считается, пострадавшие. По этому, конечно, это очень, скажем так, трагичная история. Уже много людей сидят долгое время в тюрьме, безвинно сидят в тюрьме. И, конечно, многие уже заболевают. И мы сегодня слышим новые уже факты, что там молодой человек один уже на 20 килограмм поправился, и у него там какие-то болезни страшные, перевели в больницу. Потому что, не дай бог, еще какие-то осложнения будут со здоровьем этих ребят, которые попали туда случайным образом в тюрьму. Ну, ведь тогда, получается, вот если посмотреть на то, что произошло 6 мая, и, скажем так, моментальную реакцию Госдумы, я сейчас не буду ее всячески обзывать, просто Госдумы, эти они начали штамповать, ну, на мой взгляд, не совсем серьезные законы. То есть это, грубо говоря, все было спланировано. Нужен был повод, чтобы зажать или закрутить гайки. Так получается. Степан, мы должны с вами посмотреть на всю вот эту ситуацию, скажем, на все такое состояние общества того периода времени. В декабре 2011 года были выборы, которые спровоцировали, или подсчет итогов выборов, спровоцировал массовые... Там без волшебства не обошлось. Абсолютно. Серьезного причем волшебства. Да. Массовые протесты, эти протесты, они носили такой очень совершенно мирный и очень такой прямой конституционный характер с требованием, дайте нам свободные выборы. То, что написано в первой главе Конституции. С этого начинается вся Конституция, что все через выборы делается. Этих свободных выборов не было. Нас лишили этого последнего. И потом были президентские выборы, которые, мы знаем, примерно по такой же схеме были проведены. И граждане, конечно, были в расстройстве. С другой стороны, общая атмосфера была такая, что власть игнорирует вообще мнение значительной части общества. А мы знаем по опросу общественного мнения, это примерно 50 на 50. И более того, доклады появившиеся, помните, там, значит, где Якунин возглавляет этот фонд. Ну, на самом деле, они практически переписали, статья была опубликована в физическом журнале в Британии, как раз с результатами выборов. Там четко все показано. Стат анализ. Ну, вот настроения же были такие, пускай они это в пользу КПРФ все вывели, но вопрос в том, что Единая Россия не набрала того, что объявлено. И потом по такой же схеме были путинские выборы, и Путин не набрал столько, сколько объявлено. Вот видите, выборы в Юнисуэле. Уж на что вы там не говорили. Один процент разницы. 200 тысяч голосов, ну, причем все согласны на пересчет. Да, все согласны на пересчет. Это означает, что Чавес Никим не был диктатором. Он был просто, так сказать, таким убежденным популистом, социалистом, коммунистом, и вел свою такую, ну, скажем так, с моей точки зрения, разрушительную экономическую политику. И там зажимал, но не сильно зажимал оппозицию, поскольку оппозиция достаточно сильная. И она участвовала в выборах, и два раза почти чуть ли было не выиграла, и сейчас в последний раз да. А у нас это все 65 процентов. У нас же есть еще один пример кровавого диктатора, грузинского, да, который взял, провел выборы и проиграл выборы, и ничего. Да, ну вот я возвращаюсь к нашим, к обстановке вообще, преддверии 6 мая прошлого года. И, конечно, у граждан было, особенно в Москве здесь, очень высокий уровень раздражения. Потому что их игнорировали, их прямые конституционные права. Фактически, скажем так, отношение такое, что вы никто, для нас никакого значения не имеете. И, безусловно, в день, или в преддверии, день-день за день до инаугурации, такая манифестация. Власти, по-видимому, решили преподнести урок, что все должно быть закончено. Выбор закончен, нужно страницу перевернуть. Об этом потом Путин и говорил, что нужно закончить любые протесты, все. Не раскачивайте лодку. Прошли все шансы, не раскачивайте лодку. Но с этим граждане-то не согласны. И до сих пор не согласны. И поэтому, фактически, надо говорить, что это начались репрессии. И первые 100 дней пребывания Путина власти, перечень законов, которые были приняты, они все относятся к категории репрессивных. И сегодняшние проверки НКО, и фактически штрафы, и кому-то грозят уже уголовными делами, что они какие-то стали иностранными агентами, об этом сами не заявили. В общем, все это идет. И самое главное, что мир уже не смотрит так просто, прикрыв глаза на то, что происходит в России. Просыпается, что называется. После Кипра, наверное, да. Но на самом деле, у меня вопрос еще в следующем. Очень много было разговоров. Различные политологи, эксперты и прочие болтуны, я их называю. Они говорили о том, что власть очень сильно испугалась этих демонстраций. Это так. Правда? Я считаю, что это так. Я к этим болтунам тоже отношусь. Серьезно? Вы так считаете? Конечно, да. Власть испугалась. Был один момент. Это была последняя неделя декабря. 11-го года. Тогда власть испугалась. Это сразу после рокировочки, да? Это не сразу. Декабря. Это когда уже прошли 5-го, 10-го и 26-го декабря прошли митинги. Да, да, да. На Сахаро-Болоте. Она испугалась второго тура. И вот тогда власть испугалась. Мы должны уйти на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. С нового эфира. Программа «Парадокс». Я иду с Степаном Демуром. У нас в гостях сегодня Михаил Михайлович Касьянов. Политик. Один из представителей партии РПР «Парнас». Обсуждаем мы сегодня последствия и сами события 6-го мая. Как действовала власть. И чего она испугалась. Михаил Михайлович Касьянович, вот вы сказали, что они испугались в декабре. А чего именно? В декабре, да. Поскольку массовые протесты, которые были там, три было больших митинга. И совершенно четкие требования по пересчету голосов и по проведению новых выборов в Государственную Думу, конечно, они совершенно звучали прям в точку. У нас же, по-моему, статья даже есть по насильству и удержанию власти. Да, и сейчас в Конституции прямо записано. Тоже в первой главе, между прочим. И когда было такое единство среднего класса, выступавшие на этих митингах и все эти участники этих митингов. Причем люди, которые до этого никогда на улицу не выходили. Это не обездоленные молодежь с окраинных городов. Это люди, которые уже сформировали свою жизнь. Они знают, что будет с их семьями. Они их кормят, поят, дают работу другим и так далее. Или сами работают менеджерами. Это образованные люди. Фактически это движитель развития страны. Главный ресурс экономического развития страны. Они могут провести новые реформы. Они могут эти реформы исполнить и дать возможность другим жить лучше. И когда эта часть общества так, скажем так, сбунтовалась в понимании власти против этих фальсификаций, манипуляций и вранья, конечно, стало им не по себе. И более того, в тех резолюциях, которые готовились, они готовились непосредственно нашей партии, в том числе с другими гражданскими активистами на этих митингах. Там, помимо новых выборов в Госдуму и освобождение политзаключенных, было требование о политической реформе и было требование изначально о переносе президентских выборов. Потом гражданские активисты. Этот пункт наш, паранасовский, сняли, поскольку, говорят, это очень политический, а мы хотим, чтобы все честно было, за честный выбор. А если бы были... Михаил Нович, можно, извините, я же перебиваю, но ведь, скажем так, многие из этих политических деятелей, которые попытались возглавить, они же буквально за несколько месяцев до этого призывали не ходить на выборы, а потом вышли с требованием и говорят о том, что у нас отобрали голоса. Так это про другое. Не про то же. Это про другое. Вопрос в том, что выборов не было ни свободных, ни честных. Это правда. А как там подсчет голосов, это уже плюсом к этому, сверху всего этого. А то, что выборов самих не было. А почему тогда сняли пункт? Допущены были те партии, которых хотел Путин. Так же, как на президентские выборы были допущены те, с которыми он хотел соревноваться, а не народ хотел, чтобы он соревновался с кем-то. Поэтому, если бы тогда требование было выдвинуто, и потом в январе, а не ждать два месяца, были проведены бы еще массовые митинги и манифестации с требованием перенести президентские выборы, вот это была больная точка. И тогда власть это увидела. И вы помните, за три дня до Нового года уходящий президент Медведев вдруг выступает с посланием Федерального собрания, в котором объявляет о политической реформе. Фактически исполняет наши требования. Одно из требований митингов с Сахаровой и Болотной. Ну, он объявил, и все как обычно. Объявил, но все те шесть пунктов были совершенно правильные. И тогда призвали, давайте вести переговоры. Вы говорите, испугалась власть. Вот я вам говорю, вот тогда был призыв, давайте вести переговоры. И на этом же все закончилось. И мы сказали, как ответственная партия, мы в жесткой оппозиции, но мы конструктивно и ответственно, и готовы переговоры вести с властью по двум вопросам. Политическая реформа и обеспечение свободных выборов. Мы сказали, мы войдем в эту группу. И пришли на эти переговоры. Все сказали, да, да, хорошо, даже написали письменные предложения, что должно быть в этой реформе быть. Как эти шесть пунктов, озвученные вскользь Медведев, как нужно их в жизнь воплотить. Сказали, да, все правильно, но в Думе никто ничего даже не сказал. И приняли то, как так хотела власть. После этого мы поняли, что это все профанация. Но они просто покупали время и все. Да, именно так. Вот вы правильно сказали. Было куплено время. Граждане расслабились и ждали до марта от честных выборов. Путин сказал, честные выборы это я, Путин. И вы все мои соратники. Будем обеспечивать, поставим везде камеры. Вот вам миллиарды, миллиарды. Правильные люди сейчас закупят правильные камеры. По дешевке, значит, все будет правильно поставлено. И честность будет обеспечена. И потом, конечно, в марте люди поняли, вот она честность. 6 мая это была уже, так сказать, скажем, такой квинтэссенция уже вот этих вот переживаний граждан за все эти полгода. И 6 мая это была демонстрация протеста и несогласия с этими издевательствами, которые власть творит над гражданами и средним классом московским в частности. Хорошо, а почему тогда эта протестная волна сошла на нет? Раз и все, и нет. Ну, вообще протестная волна, она, это же у нас не революционная ситуация. А ситуация связанная... Ну, нефть еще высокая. Связанная, да. Это другая. Это мы уже с вами отдельно по этой теме. Это очень важные факторы, которые в совокупности могут сыграть злую шутку. С властью и со всеми нами, кстати. Да. Но мы живем сейчас в конструкции, что нужны политические события в политическом календаре. Потому что мы говорим о наших правах, конституционных правах. И одно из важнейших прав, это право на свободные и честные выборы. Нету сейчас этих таких пунктов в политическом расписании, которые в Конституции предусматриваются. Следующий, это будет выборы Мосгордуму. Важные выборы, четвертые по значимости в стране, но очень важные. Они в Москве, это в следующем году, в сентябре. И мы уверены, что к этому времени новое, скажем так, осознание ситуации, оно придет. К тому времени еще и кризис будет усилиться. Мы уже знаем, что прогнозы, по крайней мере, которые еще год назад, когда первый раз стали делать макроэкономические прикидки власти, а с какой будет рост, когда они говорили, будет около 4, там 3,6, 3,8. Я сразу сказал, будет 2. Потому что ситуация была ясна. Будет отрицательная. Была ясна, она будет отрицательная, если нефть упадет. Ты без нефти тоже. А при такой цене это будет 2%. Потому что инвестиций никаких нет. И вся тенденция, посмотрите, последние 4 месяца, 3 месяца прошлого года, последний квартал и первые 2 месяца этого года, промышленное производство нулевое. Вообще. Поэтому министр экономического развития говорит, что у нас осенью ждет спад. А он-то приверженец, скажем, такой левой идеологии. Говорит, давайте госинвестиции, бог снять с этой инфляцией, значит, давайте накачивать страну экономику рублями, значит, все это. Ну, возвращаясь к нашим протестным настроениям. Да, протестное настроение. Они не спали, поскольку люди, которые с декабря 11 и весну 12 выходили здесь на площади в Москве, это средний класс. Их в меньшей степени волнует, скажем, жилищная проблема или пенсионная и так далее. Это волнует большинство граждан страны, но люди, которые были в Москве, их меньше это волнует. А в первую очередь их волновало и волнует. Это их унижение. Фактически не предоставлением возможности пользоваться своими гражданскими правами. И власть не уважает их. Ну, здесь с вами не соглашусь, потому что, насколько я понимаю, они просто еще выходят из-за того, что они понимают, что их экономическая ситуация, она такая безперспективная. А я к этому тоже отведу, конечно, потому что люди привыкли уже знать, как зарабатывать, они имеют хорошие рабочие места. И у них это отбирают. А у них это отбирают, правильно? Это вот часть вот такого уважения. Дайте нам возможность жить самостоятельно. Они говорят, нет, нет, нет. Если вы частный бизнес, вот вам, пожалуйста, есть у меня инспекторы с разных организаций, которые там должны... Они тоже хочется кушать. Да, да, да. И люди все уже. Массовый отъезд. У меня в школе, вот там за городом на Илинке, там, живу, значит, там, да. Вот в прошлом году там девочка у меня восьмилетняя, из класса, значит, уехали там четыре семьи. В этом году еще четыре семьи уезжают. Не только в Штаты или там в Лондон. Уезжают в Словению, в Чехию. Там хорошие условия жизни, все очень дешево. Продаешь особняк здесь, покупаешь виллы там. Потому что мы теряем вот те люди, которые, как я сказал, движитель развития. Эти люди понимают, как вы правильно сказали, что их лишают возможности жить так, как они хотят, на благо общества и своей семьи. И они выбирают. Другие принимают решения. Ну, может быть, здесь, на самом деле, политика уже такая идет, большая игра, потому что, хорошо, это самая, скажем так, недовольная и взрывоопасная часть общества, как оказалось. Часть из них уедет, да. Потому что, а зачем люди нужны для реформ? Какие реформы? Есть труба, есть газ, есть нефть. Степан, а дальше как раз идет тема ваша, о которой вы намекали. Вот уедут те люди, которые не хотят революции, а хотят, чтобы власть их уважала и исполняла Конституцию. Как минимум, те базовые вещи, которые записаны в первой главе. Это свободные выборы, разделение властей, независимый суд, свободная пресса. Дайте эти базовые характеристики демократического государства, прописанные в нашей Конституции. Ну, вы сами понимаете, что это невозможно. Да. Это невозможно. Ну, хотя бы начать что-то делать плавным образом. А люди будут верить, что у нас есть будущее. А сегодня говорят в другую сторону. Вы хотите сказать, что система должна совершить самоубийство? Да. Это не самоубийство. Если будут обеспечены все эти базовые ценности, самоубийство? Степан, система должна не совершить самоубийство, а система должна заниматься, если они умные люди, самовыживанием. А самовыживание говорит о том, что нужно эти вещи делать. Я же не говорю, что они моментально потеряют свою власть. Даже если сейчас были бы выборы президентские прошлогодние, и Путин был бы с реальными конкурентами, я не исключаю, что он бы выиграл. Он бы выиграл, но он тогда был бы легитимным президентом, и он не творил бы сегодня то, что он творит. И Дума была бы другой. И Дума была бы ответственность. Дума была бы точно другой. Конечно. Эти законы бы не принимались. Закон про иностранных агентов, про гостайну, где там все шпионами объявляются. Про НКО, пересмотр всех их статусов всего. Или законы о клевете перед уголовным преследованием. Да, про чиновников нельзя. Про чиновников, защита полная. Значит, приватизация стаб-фонда, все остальное. Да, вот это следует. Больше экономить, да, да, да. Ну, к этому все идет. Ну, а выход-то какой из этой ситуации? Выход. Выход у нас. Нет, ну, посмотрите, действительно, ситуация какая-то очень странная складывается. Скажем так, за полгода экономическая ситуация ничуть не улучшилась. Стало хуже. Уже за год, прошу прощения. Уже у нас больше года. Стало только хуже. И тишина, понимаете. Протестное настроение, волна прошла, люди вышли, выпустили пар. И снова тишина. Не, ну, смотрите, сейчас уже начинают работать другие факторы. Фактор снижения темпов роста и фактически переход в стагнацию. Этого фактора в прошлом году не было. Я об этом и говорю, что тогда было лучше, чем сейчас. Помимо того политического календаря, о котором я говорил, и когда люди просыпаются, требуя обеспечить применение их, использование их конституционных прав, помимо этого существует теперь экономическая составляющая. Очень скоро, начиная с осени, начнется отсчет времени, когда прекратится экономический рост, цена на нефть не будет высокой, а будет даже не 60, а как сейчас 100, то уже нынешняя конструкция бюджета и нынешнее планирование государственных финансов будет не в состоянии обеспечить все те обязательства, которые уже есть. Не говоря уже об обещании повысить, повышать, причем сильно повышать. Поэтому власть будет уже нервничать, и у нее будет выход, что делать? Или расслаблять ситуацию и то, что я говорю, начинать эти четыре базовых пункта демократического государства внедрять в жизнь и привлекать оппозицию. Давайте разделим ответственность за то, что происходит в стране, или дальше эту пропасть увеличивать и говорить, что у нас все враги, а это все шпионы. Это означает усиление репрессии. Но это путь, как вы правильно вначале сказали, к массовому недовольству уже не просто среднего класса, а людей, которым нечего есть. Будет в тому времени, и пенсионеры не будут получать должным образом свои пенсии. Пенсионная реформа не проводится, более того, она не является приоритетом. Приоритетом есть имитация пенсионной реформы, и как сохранить средства, и в том числе, как вы правильно сказали, приводизировать стопфон, а не другие вещи. Мы вернемся после перерыва, оставайтесь с нами. Мы снова в эфире программы «Парадокс». Я идущий Степан Демур, у нас в гостях Михаил Михайлович Касьянов, политик и сопредставитель партии РПР «Парнас». Обсуждаем мы политическую ситуацию в стране и события 6 мая, годовщина скоро. — Михаил Михайлович, у меня вот такой вопрос возникает. Смотрите, у нас же ведь тоже политтехнологи, которые сидят, они не дураки, да? — Они совсем не дураки и очень циничные люди. — Ну, это политика циничная вещь, да? Грязные циничные вещи. — Нет, политика — это не совсем, а вот политтехнология, да, это очень циничная вещь. — Значит, практически, на мой взгляд, могу ошибаться, под копирку был создан сначала нечто для условно «Уралвагонзавода». Это Объединенный Народный Фронт. Потом для рассерженных горожан была создана гражданская платформа. И получается, что, в общем-то, на какое-то время проблемы решены. И все призывают к одному. Давайте дождемся выборов и тому подобное. Политический календарь, как вы говорите. Сразу возникает вопрос. А время-то есть? — Власти считают, что время есть. И с учетом того, что экономический кризис в России не развивается так быстро, он тлеет. Значит, пока будет стагнация и так далее, и так далее. Такой плавный приход проблем. Поэтому в этом контексте власти убеждены, что время есть. И когда такие призывы, вы совершенно правы, когда вы говорите о том, что призывают, давайте дождемся выборов и так далее, давайте будем работать конструктивно. Потому что главное для власти — это признать, что они легитимны. Потому что после вот тех событий, и 6 мая это было сказано однозначно, власть — это нелегитимны, и мы ее не признаем. Поэтому все, этот год мы прожили под этим пониманием, испугом и, скажем так, неприятным ощущением власти, что много граждан в стране, если не половина, считают их нелегитимными. И поэтому все призывы — давайте сотрудничать как-то. Фактически, Путин уже заготовил себе эту ситуацию, что он не будет сотрудничать и разделил страну пополам. Вот как раз высказали Уралвагонзавод и все митинги, которые проводились в Москве с участием Путина. Как раз они на это были нацелены. Фактически консолидация своего электората. Называйте его ядерный, не ядерный, но значительная часть людей, которые поддерживали когда-то Путина и поддерживают сейчас, это в основном из провинций, из не самых главных промышленных городов, не из миллионников, это те люди, которые его поддерживают. Они готовы сейчас консолидироваться, потому что там есть иностранные агенты в Москве, там в других крупных городах, которые разрушают нас. Они сидят везде. Учат нас демократии, а мы сами с усами, и вообще мы самые лучшие в мире, и все хотим, чтобы нас все боялись. И вообще нам нужен царь. И плохо, что нет Советского Союза, а вообще правильно. Почему лучше бы еще царя с ядерной бомбой, и пусть нас все боятся, что просто мы есть. Пускай мы нищие, некультурные, обездоленные. Есть одна такая страна, по-моему, Северная Корея называется. Ну мы утрируем с вами образы такие, но тем не менее, это яркий понятник. Ну это, в общем-то, такая идеологическая платформа, скажем так. Да, которая может продемонстрировать, да. И поэтому, конечно, вот этот вот раскол, он фактически произошел. И сегодня эти две части общества живут отдельно. Я не говорю, что началась гражданская война, но в умах она уже есть. И очень плохо, что Путин, даже будучи нелегитимным президентом, но он занимает этот высший пост. И рычаги управления у него, что он этого не понимает и не идет по пути, которому я говорю. Расслабление ситуации и фактически все-таки возвращение к исполнению Конституции. Ну почему не понимает? Это известная модель управления разделяя властвой? Нет? Вот по поводу разделяй, конечно, вот вы сами пример привели. Да, предстоят региональные выборы, потом выборы в Мосгордуму, и власти уже обозначили эти механизмы. Как вы говорите, пару выпускать. Ну поскольку мы уже знаем, что у нас партии теперь зарегистрированы, мы зарегистрировались не по воле Путина, а по решению Европейского суда. И уже в выборах будем участвовать. Вот в регионах уже, там и власти гражданские, и власти силовые, нашим активистам и разным бизнесменам, которые хотели бы идти по нашим спискам, говорят, ну слушайте, зачем вы с этими людьми, они зарегистрированы, но они неправильные. Хотите вы какие-то либеральные взгляды, значит, какие-то, вот у нас для вас есть гражданская платформа, вот если хотите что-то полевее, вот яблоко есть, зачем вам РПР про нас? Зачем они нам нужны? Это неправильные люди. Но если вы народники, то, пожалуйста, вы на это единая Россия. Да, да, если совсем вы хотите, там вот единая Россия есть, да. А если бомбисты, то, пожалуйста, ли мы... Просто власть перешла в другую стадию обороны, там, ну, регистрированы еще другие партии, значит, вот там, по-моему, партия Навального, он там не член партии, вот как называется, альянс. А у нас такие партии стали появляться, вот мы за кого-то, но не члены. Да, ну вот там они в стадии регистрации, значит, но дай бог, чтобы там все у них консолидация прошла, сейчас там у него другая проблема, в Кирове, значит, да. Но я просто это раскрашиваю, скажем так, картинку тем, что как власть теперь защищается для того, чтобы доступа к выборам по-прежнему не было. Михаил Михайлович, а почему вот у власти такая нелюбовь к вашей партии? С чем это связано? Ну, потому что мы независимы. У нас три сопредседателя, и весь наш актив, и все наши члены партии, это независимые люди. Они не ходят ни в местные администрации для каких-то указаний, они, как говорят, из-за рубежа получают указания, да, вот они не получают здесь указания от разных, значит, чиновников. Но они ходят по сути США, как нам показывают, да? Они ходят везде, потому что мы, наша партия, мы член европейской либеральной, либеральной европейской партии. И мы, конечно, сотрудничаем со всеми европейскими либеральными партиями. Мы ездим на съезды, потому что мы полноправные члены, платим взносы за участие там. Мы проводим здесь конференции с участием иностранцев. Да, у нас полное сотрудничество. Россия член Совета Европы, и мы, как либеральная партия, мы член европейской либеральной партии. Это называется альянс либералов-демократов за единую Европу. Да, это, конечно, это наша база, это наша базовая идеологическая установка. Это, по-моему, партия Ротшильдов, да? Нет, это не Ротшильдов. Нет, это не Ротшильдов. Рокфиллеры? Не Рокфиллеры, это либералы. Понятно. Но у нас в стране как-то вот, по-моему, извращено немножко понятие либерализма. Очернено. Не, у нас здесь оно извращено и очернено, но не так извращено, как очернено, правда. Извращено то, что либералы все-таки это часть демократов, особо активные демократы, которые базовая ценность, конечно, это свобода лично. Каждый человек, это базовая ценность. А то, что очернено, да, потому что любые демократические, скажем так, преобразования и неудачи в этом деле, всегда говорилось, это либералы, они во всем виноваты. Поэтому за эти периоды было проблем много, было ошибок сделано много в период строительства демократического государства. Когда мы строили демократическое государство, потом оно уже все разрушено. Но даже те основы, которые тогда формировались, они формировались с ошибками в 90-х годах. Поэтому, конечно, и есть основания быть недовольными тем, что происходило. Но власти это сейчас очень удачно все использовали, что это все вот либералы фактически враги российского народа. Ну да, нужна мощная, сильная рука. Да, да, да. Вы знаете, вот как, я не знаю, как вы отнесетесь, к такому небольшому наблюдению. Меня на самом деле интересовал вопрос о том, почему, скажем, произошла арабская весна, например, в том же Тунисе или в Египте, не произошло подобных событий в Китае или России. В общем-то, системы очень похожие. Единственное различие, которое я нашел, оно стоит в том, что вот все недовольство в Китае, а его много, там, по-моему, 200 тысяч выступлений в год, оно направлено против региональных властей. А в Тунисе и в Египте это было направлено против федерального центра. Ведь у нас тоже, ведь до сих пор, если не ошибаюсь, федеральный центр рассматривается как такой добрый царь, который приедет, просто высечет бояр местных, и все будет хорошо. Да именно так. Мы же знаем вообще, что... Вот это вот имеет место быть. Несмотря на то, что мы федеративная страна, все равно в сознании, и это историческое сознание в России, все равно мы империя. И поэтому все нити тянутся в Москву, в столицу. И, безусловно, в основном все события происходят в Москве, а потом они уже поддерживаются или не поддерживаются в регионах, в регионах важнейшей части страны. Но они не инициаторы чего-либо. Поэтому это осознание, оно по-прежнему присутствует. Второй фактор, это то, что у нас очень, как российский народ, очень такое, скажем, инертное восприятие и, скажем, реагирование на разные события. Даже очень такие события из ряда вон выходящие. И третье, что в России, в отличие от Украины, скажем, что вот эта вот боязнь КГБ и преследования, личных преследований, личных ограничений и давления на семьи, на каждого человека, она очень сильна. И это вот такое, такие гены внутри сидят, в сознании. И поэтому власть тоже этим умело пользуется. Она тут же эти кнопочки надавливает, и люди начинают самозащищаться, переходить на кухонные разговоры вместо выхода на демонстрации, так, как это проходило или проходит в других европейских странах. Вы не только там, где были революции, скажем, в Тунисе или в Египте. Посмотрите, что в Италии происходит. Посмотрите, что в Испании. Там миллионы просто. Миллионы просто выходят для того, чтобы защищать свои права. И никто их не сбивает палками. Там автоматом согласовывается, потому что люди уже практически вышли. И полиция обязана обеспечивать. Да, там бывает даже насилие. У нас ни разу, начиная с марша и несогласного 2006 года, ни разу не было ни одного разбитого стекла. Вообще ни одну машину не повредили никогда. А людей все эти годы избивали. А сейчас уже сажают в тюрьмы. Тогда сразу возникает такой вопрос, вот на ваш взгляд. Возвращаюсь к этому вопросу, потому что мне тоже очень интересно. Реформа современной власти, они способны на реформу или нет? Вот я думаю, я сейчас не общаюсь с представителями нынешней власти. Но вы знаете же ход мышления. Да, да. Исходя из этого, из этих представлений, я вижу так, что там все-таки существует два направления или два видения, два сценария. Один это продолжать упираться, упорствовать в своих заблуждениях и еще лет 20 пытаться удерживать власть через фальсификации, репрессии и так далее. А другой это то, что близко к тому, что я вначале говорил, что плавно начинать все-таки отпускать. Давать возможность людям объединяться в партии, давать возможность им участвовать в выборах, давать возможность выступать на телевидении. Посмотрим, как будет это общественное телевидение. Будет ли оно реально общественное или будет еще одним госканалом? Вы же серьезный человек. Я-то понимаю, что это будет госканал. Но а вдруг? А вдруг власть уже передумала? Прошел-то год. Может быть, на этот шанс используют? А зачем, когда все успокоилось? Ну, это же успокоилось сегодня. А осенью начнутся проблемы экономические. А следующей весной они бы усилятся. И тогда не только рассерженные горожане выйдут на улицы, а обездоленные молодежь, которым нечего терять, и они будут крушить. И у них нет перспектив. И у них перспектив не получить образование, не получить работу. И тогда уже будут по-другому все это. Ну, это умные люди должны об этом думать. Не просто упорствовать, что нет, продержимся еще 20 лет. И тогда вот как в сравнении со сталинским периодом, ну, выдержим 30 лет у власти. Но сталин все-таки был гением. Я сейчас не могу представить. Гением, злым гением. Гением был, был очень плохим гением. Ну. Нет, это он только осуждение. Но он мог, он мог продержаться. А вот еще раз, ну неужели, я просто всегда задаю вопрос, неужели эти люди не понимают, что они творят? Вы знаете, как они функционируют, как они думают. Частично понимают. Они частично понимают. А что значит частично? Они считают, видите, они ищут сюда примеры, обосновывающие свои любые действия за рубежом. И как правы их находят. По любому поводу они говорят, вот там, например, закон об иностранных агентах. Говорят, так это же американский закон 30-х годов. Что у нас критикуют? Это норма жизни везде. Или там какое-то еще там что-то происходило. Это везде там гостайна. Это везде так еще жестче там защищается и так далее. Все это люди там. Ну я-то имел в виду несколько иное. Вот, скажем так, они в состоянии понять тяжесть ситуации? Вот сейчас они начнут это понимать. Поскольку реальные показатели экономические, они вынуждают осознавать это. И нужно принимать меры. Поэтому могут быть приняты ошибочные решения. Например, такие, как сейчас увеличить госинвестиции, напечатать деньжат и отсутствие частных прямых инвестиций, реальных инвесторов, заместить с собой. То есть печатанием денег. И что-то такое начать там строить. Не только там в Сочи. И под машину начать. Они даже в Сочи не могут построить. Да, под эту машину запускать начать. Что-то другое. Может, еще что-то запустят. Или возобладает другая линия, которая, в принципе, правильно удерживалась. То есть был выбран приоритет. Много лета приоритетов не было. То ли экономический рост, то ли инфляция. Поскольку в тот период времени эти две вещи были совместно не работающие. Выбрал был сделан правильно. Я тоже все время наставил на том, что первое должно быть борьба с инфляцией. Прерваться на новостной перерыв. Добрый день. Снова программа «Парадокс». У нас в гостях Михаил Михайлович Касьянов. Обсуждаем мы политическую ситуацию в стране. И возможны, наверное, выходы из этой ситуации. Вот, Михаил Михайлович, насколько я понимаю, из того, что вы говорили, власть может, скажем так, осознать тяжесть ситуации. По крайней мере, я хочу, чтобы это происходило. Все хотят. Потому что кровь никому не нужна. Это самое последнее, что кто-либо мог бы хотеть. И получается, что только какие-то серьезные экономические потрясения могут их заставить это сделать. Но тогда возникает очень неприятный вопрос. Когда начнутся серьезные экономические потрясения, а они уже вот-вот за углом, ведь власть может очень сильно испугаться и наделать много глупостей. У вас не содержит такое впечатление? Нет, у меня такое впечатление пока не складывается. Но оно абсолютно на такой сценарий, с большой долей вероятности такое может произойти. Поскольку не только внешние факторы ревляют на экономику, они в большей степени внутренние. То есть фактически это сжатие или ликвидация конкуренции, подчинение частного бизнеса госкорпорациям и фактически кормление разных силовых структур. Коррупция поглотила все уровни не только бизнеса, власти, но и все-все-все эшелоны и региональные, и муниципальные. Поэтому это мучение, которое граждане с ним сталкиваются каждый день. Но в совокупности этого находится то, что еще наш внутренний политический календарь, выборы, которые дают дополнительный эффект. Поэтому неспособность или отсутствие веры в экономическое будущее каждой семьи, плюс унижение или и, скажем так, надменная ликвидация и гражданских прав по участию в выборах и в политических партиях, в коммерческих организациях и так далее, плюс ухудшение общеэкономической ситуации. В совокупности это может заставить отрезвить власть и что эта власть может начать этот эволюционный процесс, спасая себя. А я вижу для этой власти единственный путь спасения это фактически начинать диалог с гражданским обществом, с политической оппозицией, садиться за круглый стол, действительно проводить политические реформы, которые должны в первую очередь коснуться, такая краткая реформа. Это система выборов, чтобы все граждане понимали, что они не просто через там тремя там стоят с заборами, чтобы пройти к этим выборам, участвовать или выдвинуясь своих кандидатов и голосовать за них, но что это очень простой процесс под контролем самого общества. Это существуют такие наработки и такой путь открыт. Думаю, что еще время для этого есть у власти. По крайней мере, осень этого года ситуация обострится, но она не будет еще критической, поэтому коллапса еще не будет. У нас ситуация парадоксальная и она к этому идет. И в следующем году парадоксы могут быть совершенно очевидными. Значит, тогда уже, скажем, нервозность будет гораздо более высокой, чем сегодня. Но сегодня надо еще в принципе власти прекратить эти преследования, прекратить, как мы называем, узников 6 мая мучить, выпустить их на свободу и начинать проводить реальную реформу, выборную, а потом общую политическую реформу. Потому что, почему я задаю вам такой вопрос, вот лично у меня складывается впечатление, что вот в этой вертикали власти потеряно управление. Потому что, чтобы не всплыло, это все мертвечательно, неуправляемая какая-то система, которая нацелена только на самообогащение. и вы предлагаете этой системе отдать кусочек. Их должно что-то очень сильно пугать, чтобы они это сделали. Поскольку система построена по вертикальному планированию, а вы говорите о неисполнении приказов на местах в регионах, то если взяться за изменение подхода ко всему, то есть фактически изменение внутренней политики нынешней власти, то эта вертикаль поможет так же им, как они эту власть узурпировали и нарушали конституцию, так же они через пользу этих механизмов вертикали могут вернуть себя в какое-то более-менее приемлемое конституционное поле. И это поле, прежде всего, это организация свободных выборов. И поэтому я думаю, что те люди, которые, как вы говорите, там уже занимаются только собственным обогащением на местах, они все равно находятся под давлением этой вертикали. Они назначались и снимаются этой вертикали. На каждой есть папка, грубо говоря. Да, да, да. Поэтому власть должна, как она, эту власть узурпировала, эти люди узурпировали, так они должны эту узурпированную власть вернуть гражданам. Плавным образом. Мы согласны плавным образом, не единовременно. Смотрите, власть возвращается гражданам, да, скажем, распускается непонятное существо Госдумы, назначаются новые выборы. Избирается новая Госдума. Сначала, сначала краткая реформа избирательного законодательства. Предположим, власть надойдет. Избирается новая Госдума, все замечательно, все рады, кидают шапки вверх, все прекрасно. Но тогда у этой Госдумы новой и у населения, которое ее избрало, сразу возникнут вопросы к власти. Ребята, а это что? А это что? Где деньги? Это правильно, так и должно быть. Нет, это все правильно. Вы понимаете, но ведь люди, которые сидят сейчас у рычагов власти, они же прекрасно понимают. То есть им придется заключать какое-то мирное соглашение мировое? следующий этап это формирование правительства, уже не просто из своих помощников, а из людей, понимающих в экономике, в социальной сфере, в иностранных делах, во внутренних делах, в обеспечении безопасности государства. Да, именно так. Компромиссы по формированию правительства для того, чтобы министры были настоящими, а не бутафорскими. У меня иногда от того, что они говорят, это делать, у меня в волосы дыма. Это так. Особенно в экономической я говорю, это же в этом плавности есть. Не плавность, это коллапс в один день. Власть потеряна, кто завтра возьмет эту власть? Кто их подберет? Он наваляется на мостовой. Большевики? Вот. Поэтому мы не хотим. Вопрос интересный, кстати. Да мы же этого не хотим. Конечно. Поэтому мы и говорим, слушайте, а думайте с люди во власти. А вот вопрос очень интересный подняли, это по поводу того, кто подберет власть. Полян-то зачищена. Кто будет подбирать? Вы говорите, кто мог бы подобрать? Или кто на самом деле ее подберет? Кто на самом деле ее подберет? На самом деле, вы правильно говорите, потому что, когда говорите о левых, что в стране по-прежнему, несмотря на все, как бы, скажем так, непоследовательность действий Компартии, но Компартия, поскольку она создавалась еще до вообще появления Путина на политической, так сказать, арене вообще Советского Союза, она наследница Советской Компартии, она продолжает насуществовать и имеет поддержку в регионах процентов 15, некоторых 20. Это огромная сила. Вот, если до какой-то промежуток времени, который сейчас существует, когда другие демократические партии, власть не дает нам укрепиться, не дает нам по-настоящему войти во власть через выборы, просто нас оттуда гонят, гонят, хотя вынуждены были зарегистрировать, но гонят, 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 и лимитационные партии создают. Вот тогда этот вакуум существует. И сейчас на улице в случае утраты управляемости страны, то, конечно, консолидация усилий у этих людей может быть больше. Но я не говорю о том, что мы на что ни на что не способны. Практически наша партия, мы готовы завтрашним утром сформировать новое правительство. новое. Вопрос в том, что должна быть дума, которая является представителями граждан, а когда это просто утрата полной управляемости и отсутствие вообще какой-либо власти, вот эта вот ситуация революционная, это чревато серьезным последствиям. Мы всячески, всяческими образом, всяческими усилиями не хотим этого допустить. И поэтому пытаемся, вот в том числе сегодняшней передачей и любыми другими своими выступлениями и комментариями убедить власть, что у них есть путь уйти нормальным образом, без коллапса для страны, без, скажем так, полного паралича вообще ситуации экономической и политической жизни в стране. И социальной самое главное, да. И уйти с, ну, скажем так, мирным, хорошим способом или плавно уходить через выборы. Но смотрите, вот ко мне приходили представители Яблоко, гражданской платформы, разумеется, я всегда людям вызвал вопрос, ну, ребят, если у вас прекрасная программа, да, свобода совести и тому подобное, как я это называю, почему же люди не голосуют? Две вещи есть, значит, первое, есть разные электораты, это такие немножко уже социологические вещи, значит, первое, что Яблоко это старая партия, и она потеряла свои голоса, ну, за этот период, потому что она очень много допустила компромиссов в свои принципиальные позиции за весь этот период. И люди устали от этого дела. Но по-прежнему у нее программа очень хорошая, правильно говорите. Нормальная программа у всех. Но сегодня и как Яблоко, так и гражданская платформа, они не очень оппозиционные. Они оппозиционные в ЖКХ, но они не оппозиционные в принципиальных политических вопросах. И они так говорят. И власть это знает, так им предписано себя вести. Поэтому они соберут какое-то количество голосов. Большое. Протестных голосов. Протестных, да. Так же, как и наша партия. Но наша партия неизвестна. Никто не знает, что такое РПР. Мало кто знает РПР Парнас. Потому что это новые аббревиатуры. Поэтому у нас нет доступа гражданам то, что называется для рекламы, для того, чтобы люди знали. Потому что голосуют, когда партия приходит, написано РПР Парнас. Так же, как, кстати, гражданской платформы никто не знает. Яблоко знают. Потому что 20 лет существует. Ну, за пределами МКАДа, да, наверное, это единицы знают. Да, да, да. Знают. Знают, не хотят голосовать, а где-то голосуют. Ну, почему яблоко набирает какие-то какое-то нормальное количество голосов. Ну, пока не проходит в Думу никакую там. Ну, в местные, в органы местного совправления не проходит. Ну, набирают, да. Но это важно тоже. Но остальным партиям той же гражданской платформы, где просто сейчас будут помогать, значит, и она там есть ресурсы для этого соответствующие. У нас с этим посложнее с ресурсами финансовыми для того, чтобы мы могли популяризировать хотя бы свою аббревиатуру, свой бренд, значит, да. Поэтому проблема есть. Когда еще власти нам препятствуют и говорят бизнесменам, не-не-не, не ходите. Не дай бог, не вкладывайте денег туда, значит, да. Вот там у вас есть другие две. Хотите либерализм такой, вот ходите полевее, вот такой, пожалуйста, там, да. Ну, только туда не ходите, значит, да. Проблемы. То есть получается такая вообще парадоксальная ситуация, когда, в общем, действительно все поле зачищено, власть подобрать некому за углом мощнейший экономический кризис, вторая волна, и что будет? Если будет какой-то разум превалировать, то есть кому и власть подобрать. Я говорю, что мы в нашей партии готовы сделать всю ответственность за формирование правительства и ответственность за все эти антикризисные меры, а потом и экономические реформы, которые выведут страну на траекторию устойчивого роста. Другое дело, что полиция ситуации такая, пока не говорящая о том, что нам дадут это сделать. И в этом случае, в этом понимании, конечно, парадоксальность нарастает. И сейчас зависит, конечно, от власти. Если власть хочет коллапса социального для всей страны или не хочет. Это случится не завтра, но правильно мы с вами сегодня обсуждаем. Осенью начнутся серьезные сигналы того, что это уже начинает происходить. И каковы шансы, у нас буквально минута осталась, каковы шансы, на ваш взгляд, разумеется, на мирное разрешение ситуации? Ну, я считаю, что шансы гораздо больше сегодня на мирное, чем на революции. По крайней мере, мы хотим гнать эту мысль от себя и делать все, чтобы этого не происходило. Но нужно взаимодействовать с гражданами. Вот и сентябрьские оригинальные выборы, в некоторых мы участвуем. Следующий год, московские выборы Мосгордумы. Это важные события для консолидации общественного мнения. Для того, чтобы люди вновь вспомнили о своих правах. Они не обязаны заниматься политикой и думать об этом. Они должны работать. Как каждый день. Но раз в году, когда проходит выбор, они должны об этом вспоминать. Что ж, Михаил Михайлович, спасибо вам большое, что пришли. Очень было интересно поговорить. У нас в гостях был Михаил Михайлович Касьянов. Говорили мы о политической ситуации в стране, немножко об экономике. Хочется надеяться, что власть услышит этот разговор. Ну что ж, всем хочется пожелать удачи.